Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Тема сегодняшнего видео звучит, каким образом увеличить активный доход в 10 раз. Многие люди в текущих условиях задумываются не то, чтобы увеличение активного дохода, а как его оставить на прежнем уровне и не лишиться того, чего есть. Но сегодня хотелось бы поговорить о том, что влияет на активный доход, какие вещи вы можете для себя проанализировать, как вы можете посмотреть на свою текущую деятельность. И поправив на самом деле буквально 1-2% своих действий, можете как минимум удваивать доход каждые 2 года. Но если же вы хотите быть эффективными в своей инвестиционной деятельности, у нас есть отдельный продукт, миллион долларов за 8 долларов в день. Подробности вы можете узнать на бесплатном вебинаре, поэтому проходите по ссылочке, ну а мы начинаем. Итак, друзья, о чем хотелось бы поговорить, что лично для меня в свое время было таким, скажем, озарением, открытием, которое действительно позволило в период, когда я потерял значительную часть капитала из-за спекулятивных операций, восстановить уровень своего активного дохода и прийти к ситуации, когда он неизменно растет. Это знакомство с принципом Паретта. То есть я уже слышу, как кто-то начинает говорить, господи, а этот принцип Паретта кто уже только не говорил, что только не говорили, что только не применяли, Максим опять что-то новое открывает. Давайте посмотрим на принцип Паретта немного в другом контексте, в том контексте, на котором, я думаю, что вы еще его не слышали и не видели. Итак, сам принцип Паретта. В чем он заключается? Что 20% усилий дает 80% результата. Метафорично, что это? Допустим, у вас доход 100 тысяч рублей. То есть из 100 тысяч рублей, которые вы зарабатываете, 20% действий, которые вы совершаете для того, чтобы заработать все 100 тысяч, приносит вам 80 тысяч рублей. И это всем известно, это всем знакомо. Но если делать некий такой срез и попробовать возвести принцип Паретта в квадрат, и взять 20% от 20%, то есть от 20% взять пятую часть, это получится 4%. И 80% от 80 тысяч рублей, это получится 64 тысячи рублей. И у нас будет некое понимание и осознание, что всего лишь 4% действий, которые мы совершаем для того, чтобы заработать 100 тысяч, приносит нам 64 тысячи доходов. Как вам такая математика? Но если принцип Паретта возвести в куб, это взять пятую часть от 4% и взять 80% от 64 тысяч рублей, мы получим очень известную формулу, которую мы тем или иным образом уже где-то видели, уже где-то слышали. И суть ее заключается в том, что пятая часть от 4% это 0,8%, менее 1%. И 80% от 64 тысяч рублей, это получается 52 тысячи рублей. И мы приходим к некой цифре 1,52. То есть 1%, менее 1% действия, которое мы совершаем для зарабатывания 100 тысяч рублей, приносит нам 52 тысячи рублей активного дохода, более 50. И на самом деле вот эту пропорцию, я думаю, вы очень часто слышали в распределении неравенства, мирового неравенства. То есть многие заявляют о том, что у нас сейчас мир распределен неправильно, у нас очень сильно происходит разделение на богатых и бедных людей. Одному проценту богатых людей в мире принадлежат более 50% мирового богатства. Но на своем обыденном уровне вы даже сами можете посмотреть, если вы живете в многоквартирном доме. Есть всего лишь 1% жильцов в многоквартирном доме, который создает 50% шума. Вы сами можете сейчас вспомнить, что в вашем подъезде или в вашем доме, не обязательно в вашем подъезде, есть всего лишь одна семья, один жильц, который постоянно что-то ремонтирует. Постоянно. И это один человек. То есть это не 2-3 человека. 1% по статистике, 1% преступников совершают более 50% преступлений в мире. 1% сейлзов, которые продают, 1% продажников делают на 50% планы офиса. Я могу по себе сказать, что в ситуации, когда я работал в отделе продаж, я действительно относился к той категории людей. У нас в общей сложности работало порядка 8 человек в офисе, из которых я один делал 50% планы. Это не то, что выделиться, не то, что сказать, что я был такой крутой. Я просто показываю, что эта статистика работала и у нас. Когда я был уже управляющим, когда я был менеджером, когда работал в том же самом Сбербанке, 1% сотрудников в Сбербанк первым делали более 50% плана офиса. Исходя из этого, задайте себе вопрос, а относитесь ли вы к этому 1% людей, которые делают 50% результатов? Если вы работаете в продажах, относитесь вы к ней, к этой категории или нет? И тогда нужно идти по порядку. То есть, каким образом нужно идти? В любом бизнесе, на любой работе есть 20% персонала, которые делают 80% результата. Как правило, этот персонал развивают, двигают, удерживают. Если вы относитесь к этим 20% людей, то в этом случае вы чувствуете себя очень спокойно. И если компания не обанкротится, не прекратит свою деятельность, вы должны понимать, что, скорее всего, с вами расстанутся в самую последнюю очередь. Но при этом вы должны понимать, а что же такого делают люди на своем месте? Подружиться с этими людьми. У нас есть отдельный блок видео, связанный с эффективной коммуникацией, связанный с тренингами по ПСМ. Вот здесь вот вы можете посмотреть, как людей можно идентифицировать. Почему я про это говорю? Потому что вы можете познакомиться с этими людьми, прийти с ними, общаться с позицией эффективной коммуникации. То есть стать для них людьми, с помощью которых они будут удовлетворять свои психологические потребности. Вот в этом видео мы говорили про психологические потребности, каким образом они удовлетворяются. Станьте для таких ключевых людей, вот именно таким человеком, с помощью которого они будут удовлетворять свои психологические потребности. Они будут с вами находиться в комфортном общении, они с вами будут стремиться находиться вместе, И в этом случае, общаясь с ними, вы неизбежно приблизитесь к вот этим 20% эффективных людей. В чем в этом случае вы получите преимущество? Первое. Опять-таки, вы станете более эффективным, поймете, какие действия совершать нужно. Второе. Какие действия совершать не нужно. Какие действия нужно ограничить непосредственно. Третье. Что получите, как я уже сказал, из-за того, что будут высокие результаты, вопрос, когда будет стоять сокращение штатов, оптимизация затрат, так как вы в этот период будете эффективными, более эффективными, то в этом случае вас в меньшей степени будет касаться вопрос возможного увольнения. Мало того, если вы и дальше будете сползать по этому принципу Паретта и переходить в 4% людей, сотрудников, которые делают 64% результата, в этом случае у вас будет очень активно увеличиваться доход. Потому что, опять-таки, менеджеры, собственники, они будут понимать, что именно от вас зависит именно результат, который получается на месте. Кто-то скажет, я работаю кассиром, куда мне расти, Максим, о чем ты говоришь, я не могу стать эффективным, у нас нет эффективных кассиров. Вот если вы понимаете, то есть обнаруживается некий потолок, посмотрите в горизонтальной плоскости, то есть каким образом можно двигаться. В другую компанию стать, я не знаю, старшим кассиром, заявить о том, что вы готовы развиваться, готовы учиться, готовы взять на себя новые функциональные обязанности. Но всегда, соответственно, смотрите, насколько эффективно вы распоряжаете своим собственным временем. И это история, которая действительно позволяет быть предельно эффективным. В следующем видео я еще расскажу, каким образом осуществлять два лайфхака, каким образом относиться к своему собственному рабочему времени, с тем, чтобы стать гораздо более эффективным, и чтобы вопрос удвоения своего активного дохода для вас, в принципе, как таковой не стоял. У меня сегодня на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайк, оставляйте комментарии, что вы думаете по этому поводу. И еще раз призываю, если вы хотите получить 1% эффективных действий, которые будут давать 50% эффективности вашей инвестиционной деятельности, если вы преследуете цель создания капитала в 1 миллион долларов, у вас есть возможность присоединиться к проекту «Миллион за восемь». Подробности в ссылке в описании к данному видео. На этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Продолжение следует...